Седьмой класс, 25 серия. Признаки параллельности двух прямых. Сначала давайте рассмотрим понятие секущей по отношению к прямым. Есть две прямые А и В. Прямая С называется секущей по отношению к прямым А и В. Если она пересекает эти прямые в двух точках. Итак, есть прямые А и В, а С является секущей, потому что она пересекает в двух точках эти прямые. Признаки параллельности. Первый признак. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. Итак, есть прямая А, прямая В и секущая С, которая пересекает эти прямые в двух точках. Вот эти точки. Внутренние накрест лежащие углы равны. Давайте докажем, что прямые А и В будут параллельны. Так, точка А – это точка пересечения секущей и прямой А. Точка В – это пересечение секущей и прямой В. Отрезок А, В надо разделить пополам. То есть точка О – это середина отрезка А, В. Затем надо опустить перпендикуляр на прямую А. О, H – это перпендикуляр на прямую А. Затем надо отложить отрезок, равный длине отрезка А, H, от точки В вправо. Это будет отрезок В, H1. Так, давайте построим отрезок О, H1. Теперь давайте рассмотрим треугольники А, О, H и В, О, H1. Эти треугольники равны по первому признаку, потому что отрезок О, А равен отрезку О, В. Затем А, H, отрезок, равен отрезку В, H1. И по условию внутренние накрытия лежащие углы равны. Значит, по двум сторонам и углу между ними. Эти треугольники будут равны. В равных треугольниках равны соответствующие элементы. Значит, будут равны вот эти углы. Затем будут прямые углы равны. Ну, и из равенства этих углов следует, что точка H1 находится на продолжении луча HO. Значит, все три точки HO и H1 лежат на одной прямой. И прямые А и В будут параллельны. Так, второй признак параллельности. Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны. Так, прямая А, прямая В, прямая С – это секущая, она пересекает А и В в двух точках. Так, надо доказать, что прямые А и В будут параллельны, если соответственные углы равны. Давайте эти углы обозначим. Например, это первый угол, это второй угол. Угол третий является вертикальным по отношению к углу второму. Значит, второй и третий углы равны по свойству вертикальных углов. Угол первый и третий – это внутренние накрест лежащие углы. Значит, а если внутренние накрест лежащие углы равны, значит, прямые параллельны. И третий признак – если при пересечении двух прямых секущих сумма односторонних углов равна 180 градусов, то прямые параллельны. Итак, есть прямые А, В и секущая С. Секущая пересекает эти прямые в двух точках. Сумма односторонних углов – 180 градусов. Вот это углы односторонние. Так, допустим, это угол первый, а это угол второй. По условию задачи известно, что угол первый плюс угол второй в сумме составляют 180 градусов по условию. Так, теперь давайте отметим еще один угол. Так, вот этот угол – это угол третий. Причем угол третий является смежным к углу второму. Значит, их сумма будет равна 180 градусам. Итак, угол третий и угол второй в сумме составляют 180 градусов. Они образуют развернутый угол. Это смежные углы. Ну, а теперь посмотрите внимательно, пожалуйста, на эти две строки. И вот из этих равенств следует, что угол первый будет равен углу третьему. Только в таком случае эти оба равенства будут верными. Угол первый равен углу третьему. Первый и третий – это внутренние накрест лежащие углы. Значит, если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. Значит, прямые А и В будут параллельны. Так, задача. Дан треугольник АВС. Причем этот треугольник равнобедренный. АВ равняется ВС. Значит, углы при основании будут равны. Так, точки Д и Е лежат на сторонах. АВ и ВС соответственно. Причем известно, что градусная мера угла ВСА 70 градусов. Значит, второй угол при основании тоже будет 70 градусов. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Кроме того, угол ЕАЦ, вот этот угол, равен 40 градусам. Значит, вот этот угол 40 градусов. Значит, угол ДАЕ будет 70 минус 40 – 30 градусов. Так, что еще известно? Еще известно, что отрезок АД равен длине отрезка ДЕ. Вот равные отрезки отмечены. Если эти отрезки имеют одинаковую длину, значит, треугольник АДЕ будет равнобедренным. Значит, углы при основании этого равнобедренного треугольника тоже будут равны. Значит, вот угол ДАЕ равен углу ДЕА. И эти углы будут по 30 градусов. Верно ли утверждение прямые ДЕ и АС параллельны? Так, значит, прямые. Давайте посмотрим. ДЕ – это прямая, проходящая через точку ДЕ. ДЕ и прямая АС. Так, нет, эти прямые параллельными не будут. Потому что, если мы рассматриваем вот эти прямые ДЕ и АС, секущей будет прямая АЕ. И внутренние накрест лежащие углы не равны. Потому что здесь будет 30 градусов, а здесь 40. Вот, если бы эти углы были бы равны, вот тогда бы прямые были бы параллельны. А поскольку они не равны, значит, прямые не параллельны.